Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Анастасия Кривицкая и в этом видео мы поговорим с вами о летнем стиле, а именно о самых часто допускаемых ошибках в летнем стиле. Сразу хочется сказать, что это видео для тех, кто хочет выглядеть стильно и модно даже в жаркий сезон. Этот канал в принципе о моде, стиле, красоте, и поэтому если ваша позиция иная, и вы считаете, что все это чушь, никому не нужная, то я думаю, что следующая информация для вас будет неактуальной. Но если же вы интересуетесь модой, стилей, красотой, то продолжайте смотреть и обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что здесь много полезного и интересного. Также я с радостью вас жду всех в инстаграм-канале и телеграм-канале, там тоже я делюсь полезной информацией о стиле, моде и красоте. А теперь давайте перейдем к ошибкам. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, это слишком простые образы. Конечно же, летом хочется поменьше на себя надеть одежды, потому что по одной такой простой причине жарко, и большинство действительно не заморачиваются над своими образами. Футболка, шорты, шлепанцы и образ готов. Но такие образы выглядят слишком просто, слишком скучно, неинтересно. Итак, как же это сделать? Прежде всего, самый простой способ, это еще один дополнительный слой добавить. Но поскольку летом очень жарко и, как я уже сказала, хочется поменьше на себя одежды, то выбирайте легкие, свободные, например, рубашки, длинные рубашки, которые сейчас на пике популярности. Просто накидывайте их поверх футболки, топа или какой-то майки, и ваш образ гарантированно будет смотреться более уместно, интересно и современней. Или же, как вариант, еще накинуть легкий жакетик. Тоже сейчас полно разных длинных жакетиков, в которых очень комфортно и легко. К тому же, дополнительный слой сверху поможет вам защититься от солнца. А это еще такой полезный лайфхак для вашей кожи, для вашего тела. Или же, например, если совсем жарко, невыносимо на себе носить еще какую-то рубашку или жакет, можно эту же рубашку повязать поверх футболки, например, или топа. Этот цвет не относится к самостоятельным вещам. Я уже вам как-то рассказывала о таких вещах. То есть, это те вещи, которые сами по себе интересные, акцентные, яркие и необычные. Например, интересная юбка, яркий принт или необычный крой. Ее как раз нужно балансировать с такими вот простыми базовыми вещами, как однотонная футболка или топ. Но в ином же случае, я советую все-таки накидывать такой легкий дополнительный слой. Это поможет просто и быстро создать такой комфортный, легкий, современный и трендовый образ. Следующая ошибка, как-то я уже не рассказывала, это зажатость в образе. То есть, когда образ слишком куцый. Но тогда я рассказывала о зимних образах, о верхней одежде. А в этот раз хочу акцентировать ваше внимание на летние образы. Летом особенно актуальны облегающие, обтягивающие силуэты, мини-длина. И да, это все в тренде, все это модно. Но такие вещи нужно правильно носить. Если помните, я уже как-то вам рассказывала, сохранять баланс объемов. То есть, дополнять облегающий образ чем-то легким или балансировать облегающую одежду свободной. Показываю на своем примере. Если это, например, облегающая мини-юбка, то я надеваю ее с легкой объемной рубашкой. Или футболкой тоже обязательно прямого силуэта, легкой и свободной. Второй же вариант, когда хочется полностью надеть облегающий силуэт, например, это может быть облегающее платье. Или в моем, например, случае покажу на себе. Это облегающее боди сверху, а снизу та же мини-юбка. В таком случае я обязательно накидываю линой жакет или рубашку поверх образа, чтобы добавить образу легкости и воздуха. Ну а следующая ошибка будет противоположна, предыдущая, потому что это будет касаться оверсайз. То есть, когда чересчур много его в образе. Потому что я уже предвкушаю комментарии, что оверсайз идет не всем. Во-первых, идет он всем. Просто его нужно правильно носить. Вернее, уметь правильно сочетать вещи оверсайз. Как и, в принципе, облегающие силуэты тоже нужно правильно носить. В целом, хочется сказать, что сейчас все в моде, все в тренде. Просто нужно уметь правильно сочетать. И вот в таких видео я стараюсь вам подсказать, рассказать, как лучше это сделать, на что стоит обратить внимание. Итак, касательно оверсайз. Да, если девушка худенькая, очень худенькая, то даже если образ полностью оверсайз, там и объемные брюки, и объемная рубашка, или свитер сверху, и все такое массивное и объемное, все равно будет видно, что она худенькая. А вот те, у кого очень красивая и хорошо выражена фигура, пышная грудь, объемные бедра, то, конечно, оверсайз действительно может превратить вашу фигуру в мешок. Как же этого не допустить? Самое простое и негласное такое правило, хитрость, это показывать самые хрупкие части тела. Что у нас имеется в виду под хрупкими частями тела, так это запястья, кисти рук, щиколотки, коленки, талия, шея. Вот это вот постараться подчеркнуть в образе или открыть их. Так, например, надевая объемный верх, рубашку, жакет, блузу, подверните или приподнимите рукава рубашки. Обязательно откройте шею. Если снизу у вас брюки палаца, которые полностью закрывают ноги и щиколоток не видно, то постарайтесь в таком случае верхний слой заправить в брюки, то есть показать талию. Можно заправить часть рубашку или полностью. Это, во-первых, добавить нотку небрежности и легкости, а во-вторых, покажет, что у вас есть талия. Иногда, даже если она не сильно выражена, такой прием, наоборот, может подчеркнуть и показать, что у вас все-таки есть талия. Если же вы хотите надеть какое-то свободное, легкое такое оверсайз платье, еще и длинное платье, то здесь можно сделать акцент с помощью босоножек. Именно таких босоножек с ремешком на щиколотке. Этот прием всегда великолепно работает, так как обозначает самую тонкую часть ноги и делает образ изящным. Лето – прекрасное время для такой вещи, как кюлоты. Любимая многими вещь, ведь кюлоты удобные, легкие, вроде как брюки, но при этом открывает ноги и смотрится женственно, и не так жарко. Подходит в офис, и на пляж, на вечеринку. Очень универсальная вещь, действительно классная вещь, но очень коварная. Ведь неправильная комбинация этой вещи с другими в образе очень сильно может исказить вашу фигуру не в лучшую сторону. Дело в том, что кюлоты очень сильно визуально утяжеляют низ и укорачивают ноги. Важно это помнить при составлении своих образов и учитывать свой тип фигуры. Так, например, кюлоты очень плохо могут смотреться на типе фигуры груша, песочные часы или треугольник, потому что сильно добавляют объем вниз и утяжеляют низ. Поэтому надевая эту вещь, всегда сочетайте ее с таким же объемным верхом, чтобы сохранить пропорции и баланс. Если же вам тоже хочется надеть кюлоты с облегающим топом, например, под каблучок, это будет смотреться очень элегантно, то для типа фигуры груша, треугольник и песочные часы обязательно добавьте еще верхний слой, как я говорила в первом совете, какую-нибудь легкую рубашку или жакетик. Потому что в ином случае вы рискуете сделать слишком широкие бедра и узкую грудь или плечи. И еще одно, что важно учитывать, это правильная обувь. Обувь должна быть легкой и открытой. А если у вас еще не высокий рост, то в таком случае лучше вообще надевать каблук и изящный каблук, например, китенхилл, шпильку или тонкий каблук. Только в таком случае кюлоты украсят вашу фигуру и образ, а не наоборот. И последняя, самая частая ошибка, которую допускают многие летом в своем стиле, это образ не по месту. Что я имею в виду? Есть такое понятие, как городской стиль, пляжный, клубный, домашний и так далее. И вот летом большинство путают пляжный стиль и городской стиль. И вот такие вот образы, например, очень часто я могу увидеть в городе и даже в офисе. На пляж надеть такой образ, конечно, без проблем, но в городе это будет смотреться совершенно неуместно. Несмотря на то, что сейчас мода действительно очень универсальная, открытая, и, например, одну и ту же вещь можно надеть как на пляж, так и в офис, но все равно есть какие-то рамки. И нужно просто научиться преподносить одну и ту же вещь в разные ситуации, места и по разному поводу. Поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, там я стараюсь как раз показывать универсальность одной и той же вещи, показывать, как ее обыгрывать можно в разные места и по разному поводу. А на сегодня у меня это все. Я надеюсь, что видео было для вас полезным, как всегда. Буду благодарна за лайк и комментарии под этим видео, хотите ли вы продолжения. Ну а с вами была Анастасия Кривицкая. До скорых встреч, целую, пока! Субтитры подогнал «Симон»!